Русские новости 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 политика, лояльная к росту производства, и доверие граждан к тому, что вот эти бумажки, которые лежат у них в портмоне, не являются просто фикцией. Наше правительство делает вид, что оно управляет страной, в том числе ее экономикой. У нас куча министерств, которые предназначены для управления экономикой, в целом ее отдельными секторами. Министерство экономического развития, Министерство финансов, Министерство энергетики, Министерство природных ресурсов, Министерство сельского хозяйства, Министерство промышленности и торговли и ряд других. Но на самом деле они почти ничем не управляют, по простой причине, что все так называемые крупные и средние субъекты хозяйственной деятельности, осуществляющие производственную торговую финансовую и иную деятельность на территории Российской Федерации, имеют офшорный характер. Иначе говоря, действующие в стране предприятия зарегистрированы в офшорных юрисдикциях и управляются оттуда. При этом реальные владельцы, бенефициары таких предприятий, как правило, неизвестны нашим властям. Вот что такое на сегодня российская экономика, вот что такое путинизм в экономике. Это отсутствие собственника, на которого могла бы воздействовать российская власть и российский народ, российская нация в своих собственных интересах. То есть те, кто ассоциирован с властвующей группировкой, имеют иностранную юрисдикцию. Следовательно, правительство Путина, это правительство иностранное, оккупационное, это правительство Гауляйтеров. Стратегических объектов, управляемых из офшоров, у нас в России тысячи. 95% крупнейших российских компаний управляются из офшорных юрисдикций. В офшорных юрисдикциях зарегистрировано 295 системообразующих российских предприятий, относящихся к добыче полезных ископаемых, энергетике, инфраструктуре. Одно из исследований дает такую цифру. У 25% российских компаний с объемом годовых продаж более 30 миллиардов рублей имеются офшорные владельцы. Ну куда это годится? Согласитесь, что эта ситуация не просто ненормальная, она свидетельствует о том, что и до сих пор все было не просто ненормально, а вся система экономических отношений в России строилась по принципу преступления. Преступления против национально-государственных интересов нашей страны. У российских компаний такая схема. Выстраивается цепочка офшорных компаний на верхнем конце, в которой находится материнская компания конечный бенефициар. А в российской юрисдикции находятся дочки, внучки, правнучки, в капитале которых участвуют вышестоящие офшорные компании. В Европе не более 4% крупнейших и крупных компаний контролируются владельцами из офшорных юрисдикций. В США 2%. Что же касается России, то здесь картина совершенно иная, не имеющая аналогов среди развитых стран мира. Это же как надо грабить нашу Россию, что мы не замечаем, что вокруг нас практически сплошные иностранные компании, иностранные владельцы. И вся прибыль уходит туда, за рубеж. И мы сами уже внутри своей собственной страны становимся иностранцами, потому что мы просто рабочая сила, которую используют для того, чтобы росли вот эти офшорные капиталы и разрасталась офшорная экономика. Мы уже говорили, что доля крупных и крупнейших компаний, работающих в России, но управляемых из офшорных юрисдикций, превышает 90%. А вот оценка, которую часто приводят в своих выступлениях политики, более 70% российских производственных активов принадлежит фирмам, зарегистрированным в офшорах, в то время как в США и в Евросоюзе не более 10%. У них в офшоры выводятся лишь прибыли. У нас в офшоры выводятся не только прибыли, но и активы. Путин в послании к Федеральному собранию признал, что госкомпании 90% сделок совершают в иностранной юрисдикции. У государственной Роснефти 11 дочек в офшорах. Ну и так далее по всем крупнейшим компаниям российским можно сказать об этом. Это при том, что Путин, помните, как-то сказал, выводите капитал из офшоров, замучаетесь пыль глотать. Но это было лет 10 назад. То есть сказал одно, а делал прямо противоположное. Изменник и лжец. У меня других определений для этого человека просто нет. Там и мозга-то в голове немного, но ему подкладывают в этот мозг такие решения, которые прямо противоположны интересам России. Кто этого не понял, но, видимо, сам не обладает достаточным интеллектом, чтобы разобраться в общем-то довольно простой схеме. Вот Валентин Катасонов такие резкие характеристики, как я, не приводит, но вот читаешь его и понимаешь, в какой ситуации мы живем. Действительно в оккупированной стране. И оккупационное правительство делает все, чтобы эту страну грабить как можно интенсивнее. Созданные несколько лет назад в России госкорпорации, по сути, внутренние офшоры, которые закрыты полностью от общества, а также непрозрачны для органов государственной власти. Эти госкорпорации не имеют аналогов мировой практики. А кто их создал-то? Их создал Путин. Весной 2012 года обсуждался вопрос о создании специальной гигантской госструктуры госкорпорации Сибири и Дальнего Востока. Фактически предлагалось большую часть страны вообще вывести из-под контроля федерального правительства, превратить в гигантский офшор. Сейчас несколько изменилась стратегия. Теперь ТОРа, территория опережающего развития. Это примерно то же самое, что вот эта громадная госкорпорация, которую управлять тогда собирался господин Грызлов. Это из серии «Тупой и еще тупее». Человек, который объявил, что Государственная Дума не место для политических дискуссий. С этой фразой он войдет в историю. Это, видимо, единственная фраза, которую запомнят потомки. И вот этому человеку в силу его интеллектуальной ограниченности предлагали возможность управлять всей территорией Сибири и Дальнего Востока всеми топливно-энергетическими ресурсами страны, всеми источниками. Ну, видимо, он не потянул, не потянул и решили все это дело раздробить. И вот приняли предательский, изменнический, антиконституционный закон о ТОРах, территориях опережающего развития. Я думаю, что об этом законе мы не раз еще услышим от тех, кто пишет экономическую публицистику, от серьезных ученых и просто от обычных граждан, которые понимают, насколько опасны такие экстерриториальные образования, где не действуют законы Российской Федерации, а где управляют корпорации, юридически зарегистрированные в офшорах. А это именно и есть схема расчленения страны по Путину. Формальной целью борьбы Запада с офшорами выступает борьба со своими налоговыми уклонистами. Борьба с офшорами свидетельствует о том, что мировая финансовая элита, давшая отмашку борцам с офшорами, начала радикальную перестройку мирового порядка. Важнейшими характеристиками нового мирового порядка будут следующие. Фактическое исчезновение суверенных национальных государств, сворачивание традиционных товарно-денежных отношений и переход к нерыночным экономическим отношениям, создание мирового правительства, превращение банковской системы в институт глобальной исполнительной власти. Созданный социально-экономический порядок можно назвать новым рабовладельческим строем. Мне тоже уже приходилось писать о том, что в мире организуется новое рабство. Именно поэтому ликвидируется Европа, не Евросоюз, а именно Европа, европейские нации, и именно поэтому оккупируется Россия. Практически процесс уже состоялся. Его только нужно вывести на какой-то стабильный уровень, чтобы все привыкли к тому, что они не являются суверенными, что банковские системы соединены в глобальную сеть, что глобальные корпорации хозяйничают где хотят. Суверенных правительств фактически не существует. Путин и его шайка сплотились именно в реализации этого проекта. И пусть они там ругаются с Обамой, какие-то там мюнхенские речи, валдайские речи, все это чепуха. Это все для оболванивания нас с вами, обычных граждан. И кто верит во всю эту чепуху, тот становится соучастником в оккупации нашей страны. Не стоит быть такими дураками. Стоит все-таки пройти ликбез хотя бы на уровне, который предлагаю я, и понять, что то правительство, которое сегодня грабит страну, не должно существовать, и мы все должны сплотиться в том, чтобы ликвидировать это правительство и привести к власти нормальных, обычных русских людей. Пусть не самых блестящих интеллектом, но, по крайней мере, ориентированных на национальный интерес, на историю России, на ее будущее. А те, с кем мы сейчас сталкиваемся, вот этот Медведев-полурослик и другой полурослик в Кремле, это все наемные сотрудники мировой олигархии. Не более того, никакого суверенитета нет, и в помине не было в их планах. Они только морочат нам голову, создавая внешний конфликт, имитируя внешний конфликт с Евросоюзом, с Америкой и с мировым сообществом. Это все фикция. Никакого конфликта нет. Напротив, эти люди укрепляют свои закулисные связи и продолжают офшеризацию, долларизацию экономики и подчинение всей кредитно-денежной системы Российской Федерации внешнему влиянию. Вот еще Валентин Катасонов пишет. В мире валюты уже почти 30 лет происходит замена свободного рынка на ручное управление. Штурвал ручного управления находится в руках избранных центральных банков. Возникает монопольный сговор, такой суперсорос, который разоряет бюджеты всех стран, не только Российской Федерации. И Европа пойдет ко дну вместе с Россией, если не освободиться от вот этого финансового влияния внешних сил и от предательства своих собственных правительств. Есть признаки того, что валюты, которые сходят с печатных станков ФРС, ЕЦБ и остальных центральных банков шестерки, не разные денежные единицы, а единая валюта. То есть мы уже пришли к тому, что существует единая валюта, единая банковская система, единое мировое правительство. Просто это правительство не афиширует себя. А мы судим по результатам, мы видим, что правительство Российской Федерации – это просто департамент в этом мировом правительстве. Если мы хотим сохранить или восстановить, точнее, свой суверенитет, то это правительство должно быть не просто отправлено в отставку, а отправлено в тюрьму вместе со всеми, кто обеспечивал его деятельность. Вся эта деятельность является деструктивной, даже если внешне вам кажется, что она похожа на какую-то продуктивную и приносит результаты. Ничего подобного. И все, кто говорит противоположное, это люди, которые либо не понимают ничего, либо понимают, но не желают в этом признаться, потому что их собственные зарплаты им гораздо дороже, чем будущее нашей страны. «Минфин России, Банк России – это пятая колонна Запада», – пишет Валентин Катасонов. «Она создана, чтобы обеспечивать регулярные выплаты, репарации и контрибуции победителям в холодной войне». Российское министерство экономического развития можно смело назвать министерством уничтожения отечественной экономики. А Министерство образования и науки сегодня при новом министре Ливанове энергично продолжает линию фурсинга на окончательное уничтожение нашей науки и зомбирование молодого поколения. Крайне схоластичными и несовременными являются дискуссии о выборе наилучшей для страны модели экономического развития. И нам создают иллюзию того, что мы живем в мирное время и свободны выбирать такую модель. Понятно, что в условиях войны модель экономики диктуется необходимостью победы в этой войне, отражения агрессора. И вот этой экономической войне мы можем выиграть только очень строгими мерами, расчищающими все пространство экономики от изменников и агентов влияния чужих, чуждых для нас интересов. Необходима мобилизация той экономики, которая создавалась в довоенное время. Никто этим не занимается, ни Путин, ни его министры. Некоторые задачи и принципы защиты нашего дома в экономической войне. Они разделяются на три блока. Защита внешних активов, противодействие иностранному капиталу, ликвидация офшорного характера экономики. Было бы наивно и вредно пытаться реализовать программу через нынешнюю колониальную администрацию. Эта администрация должна быть сменена на национальную корпорацию тех чиновников, которые будут плотью от плоти русской нации. При разработке программы экономической обороны не следует изобретать велосипед. Речь идет как об отечественном, так и зарубежном опыте. Имеется ряд типичных, типовых угроз, возникающих для любой экономики. Переход предприятий под контроль иностранцев, сворачивание и даже полная остановка производства, провоцирование экономических кризисов, экономическая дестабилизация, организация внешних блокад, обесценивание национальной денежной единицы и обрушивание ее валютного курса, конфискация и замораживание зарубежных активов, диверсии на военных предприятиях и так далее. Все это происходит. И вот что, какие меры противодействия предлагает Валентин Катасонов. Введение государственной монополии внешней торговли. Очень сложно, но постепенно ввести можно. Запреты или ограничения на свободное трансграниченное движение капитала. В значительной мере это можно сделать разовыми решениями очень быстро. Восстановление государственной валютной монополии. Это делается сразу в один день. Проведение национализации иностранных активов в стране, а также активов, принадлежащих к компрадорской буржуазии. Тоже можно сделать довольно быстро. Отказ от погашения и даже признание всех или части внешних долгов. Сложно, но сделать можно. А юридические обоснования для этого можно подвести. Установление эффективного государственного контроля над Центральным банком и денежным обращением внутри страны. Делается очень быстро. Проведение внутри страны чрезвычайных мобилизационных мер, соответствующие перестройкой государственного управления экономикой, созданием системы государственных резервов и тому подобное для противостояния блокадам и наращивания военно-экономического потенциала страны. Ну и в целом экономического, скажем, продовольственного потенциала. Организация специальных компаний и торгово-финансовых схем для получения на внешних рынках необходимых товарных и финансовых ресурсов в условиях блокады. Возвращение внешних активов в страну или выведение их из зон высокого риска. Программа вполне реализуемая для национального правительства. В течение... Основные меры могли бы быть проведены в течение полугода-года. И таким образом мы смогли бы подготовиться к войне. А сейчас, ну, можно сказать, что наша сторона капитулировала. Если мы капитулируем перед путинско-медведевской группировкой, то... Ну, тогда не обессудьте. Тогда вы будете платить эти безумные налоги, штрафы. За вами будут присматривать, чтобы вы каждую копейку несли именно к ним. Не на свое благополучие и не на пользу стране расходовали, а именно к ним. В их карманы, в их воровские схемы включены все наши трудовые усилия по поддержанию жизнеспособности нашей страны и жизнеспособности наших семей. Защита внешних активов Российской Федерации предлагается следующее. Прекратить дальнейшее наращивание внешних активов путем введения различных запретов и ограничений на вывоз капитала из страны. Конвертация высокорисковых зарубежных активов в активы, менее подверженные конфискациям, сворачивание до минимально необходимого допустимого уровня внешних активов Российской Федерации. Наиболее перспективным направлением должна стать схема преобразования конвертации внешних активов во внутренние. Я добавлю, что здесь также возможны меры ответной конфискации, и они весьма эффективны на сегодняшний день. Национальная власть должна иметь полную информацию о владельцах зарубежных активов. Здесь можно вводить уже уголовную ответственность за сокрытие соответствующей информации. Жить мы должны по законам войны. Любое лицо, имеющее активы в стране противника, воспринимается как лицо с двойным гражданством. А у нас практически все чиновничество – это лица с двойным гражданством, которые держат счета в зарубежных банках, которые имеют собственность за рубежом, которые приносят им доход, которые лояльны иностранным политическим элитам, иностранным правительствам. Хотя на словах могут быть такими ультрапатриотами, размахивать флагами, кричать «Слава России! Слава Путину!», но на деле они предатели, изменники, агенты иностранного влияния. Защита от иностранных инвесторов предполагает полный запрет на участие иностранного капитала в капитале банковского сектора российской экономики. Все это участие должно быть ликвидировано, это можно сделать тоже очень быстро. Должен произойти переход от почти беспроцентного кредитования западных экономик к льготному, низкопроцентному кредитованию предприятий реального сектора экономики, скажем так, прежде всего сельской экономики. Установление лимитов внешних заимствований для государственных корпораций и других компаний с участием государства. На некоторое время этот лимит может быть и нулевым. Провести национализацию иностранных долей с полной частичной компенсацией или без компенсации, то ли с учетом нанесенных России ущербов. Ущербы есть практически всегда, поэтому стоило бы проводить тотальную конфискацию иностранных активов у резидентов, у тех, кто действует под юридическим статусом Российской Федерации. Ограничить или запретить вывод доходов от иностранных инвестиций за пределы Российской Федерации. Если хотите здесь что-то инвестировать, то прибыль оставляйте здесь, скажем, как минимум на 10 лет. Это тоже позитивно скажется на российской экономике. Из нее будут выведены все агрессивные активы, все агрессивные инвестиции и все авантюристы, которые здесь пытаются получить что-то от нас. И получают при поддержке правительства Российской Федерации. Валентин Катасонов предлагает принятие закона или президентского указа, предусматривающего закрытие офшорных компаний, принадлежащих физическим и юридическим лицам Российской Федерации, при одновременном переводе всех активов офшорных компаний на балансы российских компаний. Также предлагается провести национализацию указанных активов с их зачислением на балансы существующих или вновь создаваемых российских компаний. Все сделки офшорных компаний по продаже российских активов или их передачи в качестве залогов объявить ничтожными, обязательства офшорных компаний объявить недействительными. Предлагаются также массовые иски в западных судах по поводу возвращения активов под юрисдикцию Российской Федерации. Необходимо подготовить загодя следующие документы об основании нелегитимности приватизации тех активов, которые на последующих этапах были перерегистрированы в офшорных юрисдикциях. Об основании нелегитимности вывода российских приватизированных активов в офшорной юрисдикции. Наконец, для повышения эффективности переговоров подготовить загодя встречные требования Российской Федерации к соответствующим странам о покрытии ущербов Российской Федерации. Я поначалу с недоверием отнесся к таким про-сталинским тезисам Валентина Катасонова, но потом понял, что весь его сталинизм это просто образец, просто предъявление образца того, как мобилизуется экономика в условиях войны. Вот он пишет, что такое «сталинская экономика» в кавычках, конечно. «Государственная монополия в банковском деле, государственная монополия в сфере денежной эмиссии, высокая централизация управления денежно-кредитной системой, включение денежно-кредитной системы к решению задач социально-экономического развития страны, определяемых пятилетними планами и задачами построения нового общества. Нам тоже новое общество надо строить, потому что старое разрушено до основания его нет, ни советского, ни подсоветского. 1. Планирование денежного обращения, контрольная функция денежно-кредитной системы, постоянный контроль со стороны банков за текущей финансово-экономической деятельностью предприятий, соблюдение плодежной дисциплины, эффективность использования основного и оборотного капитала, обоснованность кредитных заявок, контроль исполнения кредитных договоров. 2. Государственная валютная монополия, использование особых методов поддержания покупательной способности денежной единицы рубля, обеспеченность денежной эмиссии, 3. Наращивание государственного золотого запаса как стратегического ресурса, независимость внутреннего денежного обращения от золотого запаса, 4. Опора на внутренние источники финансирования и кредитования народного хозяйства, сбережения населения, внутренние займы и так далее. Ну вот, очень разумные тезисы, хотя они покажутся, может быть, радикальными тому, кому не жалко России. Мне жалко России, поэтому я считаю, что то, что перечисляется в виде тезисов у Валентина Катасонова, должно стать предметом деятельности русского национального правительства, причем в самой ближайшей перспективе. Если этого не будет, страна просто погибнет. Сначала погибнет как государство, которое имеет какие-то шансы для суверенитета, а потом погибнет и как нация, исчезнут те народы, которые проживали на территории Российской Федерации или до того Российской империи, СССР. И будет здесь место для государственного строительства других народов, и совершенно другой цивилизации, в которой не будет уже памяти ни о Европе, ни о России, ни о культуре, которая вырастала еще с античных времен. То есть рухнет многотысячелетняя история человечества. Именно поэтому Россия является тем стержнем, на котором еще все-таки кое-что держится. Еще вот те остатки цивилизации, которые сохранились в древних времен, еще держатся потому, что Россия не погибла. И коль скоро она не погибла, мы должны спасти ее и все человечество от того краха, который уготован мировой олигархией. Центробанк не относится к категории органов государственного управления. По Конституции российский Центробанк не относится ни к одной из ветвей государственной власти. О федеральном законе, ОЦБ, вообще записано, что Центробанк не отвечает по обязательствам государства, а государство по обязательствам Центробанка. Это кто ж такую мудрость записал? У нас появляется мало того, что три противостоящие, как по мысли либералов, ветви власти еще и финансовая власть. Так получилось, что все три власти фиктивные, а главная власть это вот она, финансовая власть, финансовые олигархи, которые проводятся через Центробанк, который даже юридически выведен из-под влияния граждан Российской Федерации, которые, конечно, не избирают главу Центробанка и не определяют политику Центробанка. Никак не могут на него влиять. Ни через депутатов, ни через президента. Никак. При Сталине монополистом в денежно-кредитной системе страны было наше государство. Сегодня таким монополистом стала Федеральная резервная система, частная корпорация, принадлежащая небольшой горстке мировых олигархов. ЦБ России лишь филиал Федерального резерва. Дефакто ЦБ России является лишь представителем тех центральных банков, которые выпускают резервные валюты, прежде всего доллары и евро. ЦБ России осуществляет выпуск рублей в ходе покупки иностранных валют, которые оседают в его международных резервах. В России создан такой эмиссионный механизм, который работает не на кредитование предприятий отечественной экономики и бюджета, а на обслуживание западных экономик. Ведь накопление иностранных валют в международных резервах ЦБ фактически беспроцентное кредитование экономик в тех стран, где создаются резервные валюты. Подобный механизм эмиссии национальных денег присущ странам, зависимым полуколониям. Частные банки по определению представляют собой идеальные машины по деланию денег из воздуха и обкрадыванию клиентов. Такова ныне банковская система. То есть в России сконструирована такая модель денежно-кредитной системы, которая является идеальной для воров, жуликов, коррупционеров, отечественной и международной организованной преступности. Присутствие иностранного капитала в банковском секторе экономики намного опаснее, чем в любой отрасли экономики, поскольку любой коммерческий банк является эмиссионным институтом, выпускающим безналичные кредитные и депозитные деньги. Деньги – важнейший атрибут государственного суверенитета. Если к их выпуску получают доступ иностранцы, возникает угроза национальному суверенитету. Смешанная государственно-частная форма собственности в любой отрасли экономики при нашем коррумпированном компрадорском правительстве – самая идеальная форма для того, чтобы перекачивать деньги из государственного бюджета и государственного сектора экономики в частные карманы наших клептоманов. Но это не просто уже клептоманы, это целая сеть мерзавцев, которая уничтожает нашу страну. Если мы не избавимся от рыночных банков, раковых клеток, то наша экономика и наше общество обречены на гибель. Так константирует Валентин Катасонов, и я лично с ним абсолютно согласен. Во второй половине прошлого десятилетия наблюдалась интересная картина. Сумма наших международных валютных резервов почти точно совпалась с величиной нашего внешнего долга. Нет никакого сомнения, что соответствующим планированием занимались не денежные власти России, а зарубежные кредиторы. В последние годы внешний долг стал обгонять размеры нашего валютного резерва. Скажем, в середине текущего года, это видимо 2014 или 2015 год, внешний совокупный государственный и частный долг Российской Федерации достиг величины 721 миллиард долларов. А величина международных резервов оставила 467 миллиардов долларов. В том числе валютная часть без золота 423 миллиарда долларов. Действовать нам в этой неприятной ситуации надо быстро с опережением нестандартно. А именно следует объявить дефолт по внешним обязательствам, не дожидаясь, когда западные кредиторы начнут потрошить наши компании и банки. По причине того, что Запад ставит своими санкциями у нас заведомо невыгодное финансовое положение, мы имеем все основания для объявления такого рода дефолта. Это из тех мер, которые действительно можно принимать хоть завтра, но видимо от правительства Путина Медведева ждать этого не приходится. Нашим главным ответом глобальной олигархии должна стать вторая индустриализация страны. Мы тоже, национал-патриоты, об этом много раз писали, много раз говорили о том, что главным ориентиром экономики должен быть рост производства, рост производства товаров и услуг на отечественных предприятиях, где работают граждане Российской Федерации, не какие-то там гастарбайтеры, приехавшие сюда по злой воле, те, кто стремится к замещению коренного населения страны, а именно граждане Российской Федерации должны владеть предприятиями, которые выпускают продукцию, управлять этими предприятиями и работать на этих предприятиях. Вот это и есть настоящий государственный суверенитет. Ну и в заключение из книги Валентина Катасонова «Битва за рубль, национальная валюта и суверенитет России». Экономическая война ведется по тем же законам, что и горячие войны. Один из этих законов – война ведется до победного конца. Война любая, горячая или холодная, громадные издержки. Тот, кто побеждает, отбивает все эти издержки. Если мы проиграем экономическую войну, то Запад обложит нас и репарациями, платежи для компенсации всех издержек победителя, и контрибуциями приз победителя. Нам надо не бояться следующих шагов противника в этой экономической войне, а предвидеть эти шаги и заранее их предотвращать или минимизировать их негативные последствия. Главным противодействием экономической войне против России является смена нынешнего правительства и иллюстрация для всех соучастников в его деятельности, потому что это правительство оккупационное, вредоносное. Во всех отношениях, какую бы отрасль деятельности этого правительства мы бы не взяли, она вся крайне деструктивна. Поэтому все разговоры путинистов о том, что там когда-то Россия вдруг начала подниматься с колен – это вранье. Экономика показывает совершенно противоположное. Экономическая система направлена на уничтожение России и коренных ее народов. Поэтому наша ключевая задача все-таки политическая – это подготовить ответ в экономической войне тем, чтобы устранить от власти ныне действующую коррупционную, оккупационную систему со всеми ее адептами, которых нам показывают с экранов телевидения. Все эти люди – соучастники разграбления нашей страны и подлежат заключению под стражу и расследованию их деятельности. Ну и, соответственно, по суду они должны получить кто высшую меру наказания, кто пожизненный срок, кто очень большой срок. В любом случае все эти люди не должны вернуться к системе управления чем угодно – страной, предприятиям, общественными организациями. Все эти люди – соучастники преступлений, которые направлены на то, чтобы уничтожить нашу страну и наш народ.